Ситуация с захворванием на коронавирус у Витебской области у тым лику статистика по районах. Забеспеченность медицинских установ аппаратами штучной вентиляции легких. Павеличение колькости лабораторий, где робят тесты на COVID-19. А еще часовой вывод витебских больниц заказания медицинской допомоги хворым на небеспечную инфекцию. Для передышки медиков и полной санопрацовки. Усё гэта у актуальным интервью начальника Головного управления по ахове здоровья Витебского Абалвы Канкама Михаила Вишнявецкого. За выходные дни, как всегда, идет снижение. Поэтому по области поступление пневмонии было порядка 80. Что в субботу, что и в воскресенье. Сегодня наверняка оно будет немножко значительное. Почему? Потому что работает амбулаторно-поликлиническое звено. Ну и пациенты могут обращаться, как не просто звонить на скорую помощь, а также будут идти через поликлиники. Ситуация контролируемая. И сегодня она остается по-прежнему в протяжении последних двух недель, ну в одних и тех же цифрах. По регионам, если называть докшицы, то докшицы остановилась тенденция к увеличению. Пневмонии поступают 1-2 за сутки. Сегодня там пневмония находится меньше на 25%, когда было при пиковом. Соответственно, количество коечного фонда там достаточно стабильны у нас, я считаю, что Бешенковичи, Шумилино, Лиозно, Поставы. То есть все остальные регионы, незначительное поступление пневмонии отмечается по Орше. Но в Орше сегодня развернуто более 400 коек под именно лечение пневмонии в Оршанском районе. И 200 коек сегодня на первичный прием свободны. По поводу количества проведенных тестов и лабораторий, которые работают. У нас лаборатория добавилась еще в Новополоцке, которая сейчас она буквально заработала в конце прошлой недели. Сейчас она набирает обороты. Я думаю, что выйдет где-то на 100, может, 120 исследований в сутки. И закроет свой регион, я думаю, Полоцк, Новополоцк и, может быть, какие-то ближайшие районы, разгрузит лаборатории, которые работают в Витебске. То есть на сегодняшний день у нас работают 7 лабораторий. В Витебской области с учетом уже и Новополоцкой лаборатории у нас в сутки делается порядка 1600 исследований. Сколько всего по области аппаратов ИВЛ и как они загружены на сегодняшний день? Всего аппаратов ИВЛ у нас 243, плюс еще 144 наркозно-дыхательных аппаратов, которые тоже имеют функцию вентиляции легких. Сегодня находятся, то есть загружены они тяжелыми пациентами, которые в сутки, постоянная потребность в вентиляции легких находится. Это если только использовать аппараты ИВЛ, то это 17%. Если еще и наркозно-дыхательные мы считаем, а мы считаем в том числе, то это 10% всего лишь от общего состава. И к аппаратам ИВЛ и наркозно-дыхательным у нас еще 1199 точек кислородной поддержки и 36 аппаратов концентраторов кислорода. Поэтому, в принципе, по кислороду и по аппаратам ИВЛ сегодня напряжения нет вообще никак. На последних совещаниях в эти выходные дни речь шла о том, чтобы в Витебской области начать выводить больницы и заказания медицинской помощи больным с коронавирусом. Что это значит? Как это будет происходить? О чем вообще идет речь? Поясните, пожалуйста. Сегодня мы освобождаем на протяжении последних двух-трех дней была приостановлена госпитализация в нашу железнодорожную больницу. Мы освобождаем полностью лечебное учреждение для полной санобработки. И постараемся это сделать за 3-4 суток. Соответственно, чтобы медицинские работники тоже передохнули и уже подготовить его к госпитализации вновь, чтобы следующее учреждение можно было точно так же санобработку провести полной.